Вот такой склад боеприпасов сотрудники милиции изъяли у жителя Брестского района. Порядка 300 патронов для стрельбы из винтовки «Маузер». Про такой боевой клад внуку рассказал его покойный дедушка. Сотрудниками милиции было установлено, что 28-летний житель Брестского района хранил у себя дома по месту жительства более 300 патронов, которые он выкопал в лесу. О месте нахождения данных патронов ему ранее сообщил его покойный дед. В ходе прибытия следственной оперативной группы на место происшествия данные патроны были изъяты и переданы для проведения судебной баллистической экспертизы в Брестский межрайонный отдел. В ходе проведения данной экспертизы было установлено, что данные патроны являются винтовочными патронами и предназначенными для стрельбы из винтовок «Маузер». Данные патроны являются боеприпасами, и часть из них пригодна для производства выстрелов. Отголовский, Второй мировой и Великой Отечественной войн нередко становятся объектами исследования судебных экспертов. Хотя на счету тех, кто трудится в комитете уже не один год, даже редкие предметы конца 19-го столетия. Самым, наверное, таким раритетным оружием, которое было в практике, это пистолет немецкий 1898 года. Ну, правда, для стрельбы он был непригоден в силу своих возрастных. И, так скажем, место хранения его, он был ржавый, но даже такие экземпляры попадаются. В целом, баллистическая экспертиза назначается по фактам применения, незаконного изготовления, ношения, хранения, сбыта огнестрельного оружия, а также патронов к нему, огнестрельных устройств, не боевого назначения, сигнальных и газовых пистолетов и револьверов, пневматических винтовок, пистолетов. Поэтому приступающий к исследованию судебный эксперт – это в первую очередь специалист достаточно широкого профиля, умеющий сопоставлять и глубоко анализировать имеющиеся факты. Основные вопросы, которые ставятся перед экспертом при проведении судебной баллистической экспертизы – это относится какой-либо предмет к категории огнестрельного оружия. Каким способом изготовлено данное оружие – заводским или самодельным способом? Пригодно ли оно для стрельбы? Каков его калибр? Также ставятся вопросы по обнаруженным боеприпасам. Являются ли данные предметы и патроны боеприпасами? К какому типу, виду оружие относятся? Каков его калибр? Пригодны ли они для стрельбы? Каким способом они снаряжены? Только за прошедший 2020 год сотрудниками Брестского межрайонного отдела было проведено около 120 судебных баллистических экспертиз. С января 2021-го таких исследований было порядка 10. Продолжение следует...